Добрый день! Я Виктория Федорова и сегодня школа доктора в таком отделении, куда многие боятся попасть. Это отделение нейрохирургии. Стереотипное мышление нам подсказывает, что врачи-нейрохирурги оперируют только головной мозг. Но сегодня мы поговорим о таком распространенном заболевании, как межпозвонковые грыжи. Хочу вам представить Марину Владимировну Никитину. Уже более 20 лет она работает врачом-нейрохирургом и практически ежедневно оперирует грыжи дисков позвоночника. Марина Владимировна, расскажите, пожалуйста, что такое грыжа вообще? У нас есть макет, чтобы вы понимали. Это тела позвонков. Это диск. Диск, по своей сути, это амортизатор, который позволяет нам выполнять движения, сгибаться, разгибаться, наклоняться в сторону. Вот мы согнулись, вот мы разогнулись. Диск, он смещается, перераспределяет нагрузку. Внутри есть пульпозное ядро, которое непосредственно служит амортизатором. Снаружи фиброзное кольцо, очень плотная связка. Все это держит позвоночник единым. Когда мы неправильно двигаемся, когда мы не занимаемся лечебной гимнастикой, либо происходит какая-то травма, то фиброзное кольцо разрывается. Как правило, это первый сигнал боли. Это первая боль, с которой встречается человек. Если в дальнейшем изнуряет позвоночник неправильной нагрузкой, развивается грыжа диска. То есть я нажимаю, нагрузка нормальная, а диск дырявый, у нас вылазит грыжа диска. Протрузия диска, то, что описывают во всех МРТ очень часто, протрузия, это тоже смещение за пределы, естественно, но без давления нерва. То есть это такая полуфизиологическая ситуация. А грыжа вот у нас выпала, вылез такой кусочек и сдавливает нерв. Размеры совершенно разные, название одно, боли могут быть совершенно разные, и операция у каждого тоже индивидуальная, когда речь идет об операции. Но можно же и не оперировать. Можно не оперировать, да. Значит, смотрите, если, допустим, у нас случился грыжа диска, вот он вылез кусочек, в нем много жидкости, он свежий, образно говоря, мы начинаем пациента лечить. То есть нерв у нас раздражается, вот он, но он не сдавлен. Пациент испытывает боль в пояснице, боль в ноге, идет к врачу. Вот начинаем его лечить. Мы чего добиваемся? Того, что отек уходит, нерв перестает болеть. Соответственно, дальше, если правильно двигаться, то можно жить долго и спокойно. Вот, если же вдруг случилось так, что вот она выпала и ничего не помогает, тогда, как правило, идут уже к хирургу. Вот, большинство пациентов, ну, примерно, там, 90% благополучно обходится безо всяких операций. Время, правильно подобранное лечение, правильный режим двигательной активности позволяет убрать вот этот конфликт. И боль проходит. У кого-то полностью, у кого-то не полностью. Ну, тут уже, опять-таки, индивидуальные какие-то моменты есть. Вот, но жить можно без операции. Если же лечение не помогает, неэффективно, либо выраженность давления нерва, когда боли невыносимы, пациент приходит к нам, мы его оперируем. То есть, самый главный симптом грыжи – это боль? Это боль в ноге. В ноге. Боль в спине. И самое главное – это боль в ноге, на что мы обращаем внимание. Боли в ноге могут быть, там очень много причин, но когда попадают к доктору, профильному специалисту, мы их дифференцируем. И на операцию мы берем не всех больных, естественно, мы очень жестко отбираем. Мы, как правило, назначаем МРТ, если нет противопоказаний. Почему? Потому что мы можем четко оценить состояние нерва, размеры грыжи и локализацию по данному МРТ. Я хочу показать, как выглядит грыжа диска на МРТ-снимке. Давайте посмотрим, потому что тоже все видно, все информативно. Вот. Здесь у нас нормальные диски. Они круглые, светятся красиво, хорошо. И вот у нас уровень, вот видно черное такое пятно, это грыжа диска. Мы можем посмотреть другой срез. Вот тоже у нас, это хороший у нас уровень. Тут диск нормальный, здоровый. Правая. Нерв идет в правую ногу, в левую ногу. С пространства, где нервы проходят, все свободно. Теперь смотрим ниже уровень конфликта, который, вот у нас вот это черное пятно, это грыжа диска. Скорее всего болит правая нога больше у пациента, нежели чем левая. Может, обе болят, но правая больше. При таких грыжах пациент сильно страдает, конечно. Все больные проходят МРТ, где четко и ясно, что да, нужно оперировать, эффекта от лечения не будет. Потому что есть пациенты, кто там долго упорно лечится, 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 все болит. Они приходят, говорят, прооперируются. Я говорю, мы уже поздно, потому что вот в этом месте развивается рубцовый процесс. И наша операция, она уже не столь эффективна, как ее делать вовремя. То есть мы нерв освобождаем, но тут уже все узенько, тут уже все сложно. Здесь своей временность имеет значение тоже. А может грыжа закостенеть и боль пройти? Ну, она не закостенеет. Когда случается первый раз разрыв фиброзного кольца, допустим, да, и вот у нас там грыжа выпала. Мы ее лечим, она у нас уменьшается в размерах. Организм старается это место максимально укрепить, образуется рубец. Он сначала обычный, мягкий, эластический, а потом у многих начинает здесь откладываться кость. Это называется дискоэстафитный комплекс. Мы иногда оперируем у таких больных, но не всегда. Мы всегда очень дифференцированно подходим. Здесь смысл имеет как раз и суверенность обращения. Если же все, слава богу, прососалось, отек ушел, нерв лежит себе спокойно, и даже здесь описывают там грыжа, диск 6 мм, но она ничего не сдавливает, она ничему не мешает ни нерву, ни сосуду, который тут на уровне 4-5 уходит спиной мозг. Там показаний к операции нет. Здесь просто нужно выбрать правильное направление, правильную стратегию лечения и лечиться. А женщины, мужчины кто? Ну, чаще, конечно, страдает мужчина. У женщин тоже это не редкость. Возраст у нас и 18 лет мы пациентов оперировали, были такие молодые. Хотя у молодых, как правило, все рассасывается великолепно, без всяких операций. Но бывают ситуации, где приходится оперировать. И возрастные 78 лет, до 80 лет у нас есть показания. Мы берем, когда человек не может себя обслуживать, он не может есть, спать, он всегда болеет. Тогда, конечно, мы оперируем, принимаем решение в операции. Это те люди, у которых жизнь связана с физическими нагрузками? Ну, в большинстве ситуаций да. То есть большая часть пациентов – это те, кто длительно стоит. Неправильное вынужденное положение тела, подъем тяжести, длительное положение сидя. Женщины – это зачастую период беременности после родов. Тоже достаточно часто бывает. Ну, и бывают травматические грижи, они достаточно редкие. Но тоже бывает в основном молодых. Можно как-то профилактировать грижу? Ну, в принципе, можно. Если правильно двигаться, заниматься регулярно гимнастикой. Но не с потолка взятой, можно общий укрепляющий тоже. Но есть определенные упражнения для укрепления мышц спины. Очень хорошо плавание, великолепное плавание. Правильно себя вести. То есть если нужно наклониться, то нужно это делать правильно. Нужно поднимать предметы с прямой спиной. То есть не на изломе. То есть, допустим, мы наклоняемся, нам что-то нужно поднять. Мы наклоняемся, тянем, и у нас нагрузка гигантская на позвоночник, на слабый уровень. И вот она грыжа диска появилась. То есть нам нужно прямо держать. Да, прямо присесть, поднять. Либо если мы резко поворачиваемся, тоже повернулись, наклонились, у нас он не раздавливается. То есть здесь просто правильная биомеханика должна быть движением. Профессиональные спортсмены, у них даже если есть грыжа диска, они, как правило, нормально с ними живут. Потому что они умеют правильно двигаться. Многие же люди, они делают МРТ, им пишут протрузию диска. Они бегут сразу к врачу и говорят мне, что теперь оперироваться? Оперироваться. Нет, оперируем мы совершенно не всех пациентов. Протрузия – это смещение диска, но это образно за пределы вот этого физиологического границ. Но по своей сути это тоже физиологическое состояние. То есть мы же немножко так взрослеем, мягко говоря, изнашиваемся потихонечку, да, и у нас там где-то что-то проседает. И вот немножко просело. Если нигде нет сдавления, никаких нервных структур, то делать с протрузиями ничего не нужно. Ну вот морщины на лице. Вот хочешь ты, не хочешь, как бы там, ну будут они. То же самое протрузия. После 30 лет это вариант такого нормального физиологического состояния, да. Что делать, чтобы не случилось дальше, в грыжу диска это не выпало, правильно двигаться. Если есть необходимость длительной, изнурительной физической работы, значит, нужно брать разгрузочный корсет, одевать. Ну и заниматься лечебной гимнастикой, укреплять может спины, это очень эффективно. Какого размера грыжа можно оперировать? Значит, размеры грыжи, они абсолютно относительны. Есть пациенты, кого мы оперируем, описывают 3 миллиметра, а есть пациенты, у кого 13 миллиметров, и мы не оперируем. Почему? Все зависит от того, где и как расположены эти самые миллиметры. Если грыжа расположена под суставом, вот здесь, где нерву некуда деваться, там даже маленький микроскопический кусочек диска, который вылетел, он доставляет невыносимые страдания, больные просто на стенку лезут. И там операция очень эффективна, то есть мы освобождаем нерв, достаем эту грыжу, и пациент счастлив. А если хороший, здоровый позвоночник, большие пространства, выпали 13 миллиметров, свеженькие, такие в них воды много, они ничего не сдавливают, ну, поболело день, два, три сильно. Пролечились, и они потихоньку рассасываются, нигде ничего не сдали, но все спокойно, нервы лежат. Здесь мы не оперируем. И мы практически никогда не берем больных сразу на операцию. Мы всегда назначаем сначала лечение, это обязательно. Даже есть пациенты, кто говорит, прооперируйте меня. Нет, если они не прошли курс лечения, это общемировая практика. То есть в течение трех недель пациент должен получить курс консервативной терапии. И если эффекта никакого нет, за исключением некоторых ситуаций, о которых я сейчас расскажу, если эффекта никакого нет, тогда мы берем на операцию. Если стало лучше, замечательно, пациент лечится дальше. Но есть ситуация, когда грыжа диска приводит к серьезным осложнениям. Когда нерв сдавливается настолько сильно, что перестает работать нога. Либо есть варианты такие, когда грыжа выпадает и сдавливает артерию, которая краснабжает спиной мозг. Такое тоже бывает. Там развивается грубое нарушение со стороны движений с обеих ног. Нарушается мочеиспускание. И там, чем быстрее мы оперируем, тем больше шансов на то, что что-то восстановится. То есть это уже экстренное состояние? Это экстренное, да. И мы таких больных госпитализируем в экстрем порядке, оперируем максимально быстро. Но при этом некоторые пациенты, наверное, избегают этих операций, потому что боятся быть комиссованными по состоянию. Есть категории пациентов, кто категорически не хочет оперироваться. У них ослабеют ноги, они перестают работать ногой, они ходят по парамедицинским различным службам, какие-то такие интересные... Делают блокады. Блокады – это хорошая вещь. Но опять-таки это все на этапе первого лечения. Вот когда мы определяемся, что именно болит. Чаще, вот зачастую болит, это не грыжи болят. То есть боль, обусловно, не грыжи диска. Там очень много причин. Сустав может болеть, может быть, стеноз позвоночного канала, может быть, там воспалительные изменения в мышцах. Тазобедренный сустав может болеть. И для этого нужно прийти к грамотному специалисту, который сможет выбрать причину. Та, которая действительно, от которой болит что-то, назначить правильное лечение. Там и блокады. Если правильно пациент отмели все возможные, ненужные варианты, сделали блокаду, она бывает очень эффективна. То есть с одной инъекцией боль проходит надолго. А как человек восстанавливается после операции? Чаще всего у нас уже опыт очень большой на работу. У нас, примерно, 300-350 операций за год проводится в отделении. Мы оперируем пациента. Если операция проводится под спинномозговой анестезией, чаще всего это происходит, потому что это наиболее щадящий метод. То пациент ночь не встает, потому что он обездвижен после операции. Потом движение чувствительности восстанавливается. На следующий день он встает, ходит. Если все нормально, прошло, без осложней. На 3-4 день после операции мы отпускаем пациента домой. Дальше в течение месяца, безусловно, как после любой операции, пока не сформируется рубец, идут ограничения. Кому-то нельзя сидеть, кому-то можно сразу сидеть. Но чаще всего от месяца до 3-х это самый такой сложный период для пациента, когда необходимо восстановление. Потом большинство наших пациентов возвращается к своей обычной жизни. Садятся за руль, рожают детей, ухаживают за скотиной. Парашюта мы не разрешаем прыгать, но на лыжах катаются. На лыжах катаются, на рыбалку ездят. А физические нагрузки поднимать с тяжести? Здесь просто все нужно делать правильно. Конечно, через 3 месяца после операции мы никому не советуем поднимать мешки и тяжести. Но люди же работают, они зарабатывают деньги. У каждого своя профессия. И немногие там готовы лечь на диван, жить впругалость. Нет, основная масса людей возвращается. Да, где-то что-то потом болит. Ну, молодым здоровым мы никого еще не сделали. Но облегчить жизнь – это реально. А мы можем с вами посмотреть на пациента, который нам расскажет, что нет ничего страшного? Да, можем. Но тоже было ему достаточно сложно решиться. Но решился. Пойдемте. Хочу вам представить пациента. Пациент Харитонов. Прооперировал нас по поводу грыжедиска. Как раз такой классический пример грыжедиска. Болел, пришел, прооперирует. Сегодня отпускаем домой. Как вы себя чувствуете? Отлично. Боль прошла. Хорошо себя чувствую. А сколько вам лет? 38. С чего началось ваше заболевание? Ну, зимой застудил ноги. И началась боль в пояснице. А потом ногу перешло. Потом обратился к неврологу. Сделал МРТ. Показал грыжу. Я обратился сюда. А разве может быть такое, что грыжа связана с тем, что ноги... Застудил? Нет, нет. Это, скорее всего, было стечение обстоятельств. То есть был воспарительный процесс какой-то. То, что переохлаждение. И неадекватная нагрузка. И длительное неправильное положение, сидя. То есть мы не должны сидеть по природе своей. Мы должны двигаться. А потом еще коробку поднял. Был провоцирующий момент. Подъем тяжести. После чего появилась именно острая боль. Уже настоящая боль в ноге, которая привела к вмешательству хирургическому. Ну, вам рассказали, да, то, что вы можете вернуться к обычной жизни. Ну да, у меня уже на следующий день боли не было. Ну, вы планируете заниматься лечебной гимнастикой? Теперь, да, буду заниматься гимнастикой, в спортзал ходить. Ну, мы вас поздравляем с хорошим исходом. Спасибо. Да, будьте здоровы. Наша рентгенно-хирургическая операционная оборудована современным ангиографическим комплексом, который называется Artis One. Компания-производитель Simmons Corporation. Ну, в общем, стандартная такая, хорошо насыщенная всевозможными опциями аппаратура. В следующем выпуске «Школы доктора» расскажем о современном хирургическом методе лечения миомы матки, а именно эмболизации маточных артерий. Это, пожалуй, один из самых перспективных с точки зрения сохранения фертильной функции методов на сегодняшний день.